Ищешь редкое коллекционное издание по хорошей цене? Хочешь купить фигурку, стилбук или артбук отдельно? В магазине NNB ты найдешь то, что ищешь. Ссылка ниже видео. Всем привет, дорогие друзья, любители ассасинов и всей этой серии. Я еще не знаю, есть ли остались такие любители. В общем, сегодня у нас довольно интересная распаковка не одной, а даже целых двух вот таких вот фигурок. Сейчас я их положу, чтобы вам было лучше видно. Если получится, потому что они действительно очень-очень большие. Фигурки по игре Assassin's Creed Syndicate. Ну что ж, женщины вперед. Распакуем сначала Eevee Frye. Близнецы Frye и это у нас Eevee. Давайте рассмотрим сначала коробку. Да, на боковом участке видно, что здесь она у нас такая серьезная, с пистолетом. Ассасин с пистолетом. Это что-то новое, если честно. Вот как должна выглядеть фигурка. Вместе составляется такая вот диорама с братом. Здесь у нас на всех языках практически мира, включая русский, описываются события игры, что Лондон, 1868 год, тра-та-та, восстание, индустриальная Англия и тому подобное. Ну, распакуем, посмотрим, как она вблизи. Достаем. Аккуратно. Первое, что мы видим, вот такой вот замечательный... Я даже не знаю, что это плакат, но вроде как плакат. Давайте распакуем и посмотрим, что же это. Может, там есть какая-то инструкция. Нет, просто такой вот рисунок на плотной бумаге. Но ничего, такой бонус годится. Ну, а теперь распаковываем киви. И вот наша красотка представляет перед нами во всей своей красе. Да, фигурка определенно на хорошем, высоком уровне. Давайте сразу посмотрим ее лицо. Да, такая симпатичная, милая девушка. Девушка-ассасин. Теперь, что касательно ее одежды. Посмотрите внимательно на каждый фрагмент и участок данной фигурки. На постаменте, что мы можем увидеть с вами. Алкогольный напиток. Ящик. В котором стоит нога нашей героини. В руках она держит. Что-то наподобие... Трости, который защищается. Сам Джейкоб Фрай. Это у нее в левой руке. В правой же руке мы видим... Такое вот замечательное... Что-то наподобие, можно сказать, сая. Только с изогнутым лезвием. Далее. Перчатки. Перчатки у нас идут... Если не ошибаюсь, это у нас метательное оружие. Давай, фокусируйся. Да. Это у нас метательное оружие. Вроде бы как. Далее. Капюшон. И сам плащ. Придраться здесь не к чему. Они реально выполнены на очень хорошем уровне. И по ощупь он напоминает действительно какую-то ткань. Что-то наподобие кожи, скорее всего. С обратной стороны фигурка... Имеет также красную такую накидку. И накидку под плащом. На красной накидке плечевой... Мы имеем вот такую замечательную серебристую окантовку. Что довольно-таки отлично смотрится. Каждый сантиметр данной фигурки сделан на ура. И хочу вам сказать, что действительно на сегодняшний день... Юбисофт делает достойные фигурки. В достойном исполнении. Только жаль, что эта опция не распространяется на их игры. Ну, где-то находишь, где-то теряешь. Рассмотрим Джейкоба. Делать распаковку Джейкоба я не буду. Точнее говоря, процесс вытаскивания его из коробки. То есть он точно такой же. Я вам покажу, что у нас в наборе идет... Такой вот тоже мини-плакатик такой. Литография, как сейчас принято говорить. И на ней изображен арт, который сейчас часто можно увидеть на футболках от компании LUT CASE. На чашках и тому подобное. Итак, фигурка Джейкоба у нас состоит из трех частей. Первая, это, конечно же, сама фигурка. Вторая, это верхняя часть фонаря. С таким вот замечательным вороном. И третья, это подставка к этому фонарю. Теперь давайте их все вместе соединим. Ну что ж, теперь рассмотрим самого Джейкоба. Смотрим на лицо, прежде всего. Ну, терпимо, терпимо. Но, по-моему, у Иви было лучше. Так. Поехали далее. В руках он, в одной руке, это он вправо держит свою знаменитую трость. В левой же руке у него скрытый клинок. Если не ошибаюсь, там даже элемент кошки есть. Шикарное одеяние, рубаха, бляшка на ремне. Отлично выполнены сапоги. Обувь тоже очень важна. Сам постамет, на котором он стоит, в виде такой вот булыжной, мостовой. У Иви больше элементов, конечно же. Так, в принципе, сделано неплохо. Но больше всего, конечно, доставляет этот вот ворон рядом с фонарем. Это атмосферная тема, хочу вам сказать. С обратной стороны фигурка выглядит таким вот образом. И я вам хочу сказать, что, скорее всего, вот эта вот кошка и есть на левой руке. Скажу честно, я в игру еще не играл. Возможно, могу ошибаться. Поэтому в комментариях отпишитесь, кошка ли это или вообще что это. Нижняя часть плаща у него в грязи. Точно так же, как и показано в коллекционном издании. То есть, с того момента он так и не постирал свой плащ. Ну и, в принципе, фигурка достойная. Достойная. Ну, как я сказал ранее, Ubisoft начали делать достойные фигурки, но прекратили делать достойные игры. Ну а теперь торжественный момент. Соединим эти две фигурки. Барбанная дробь и... Вуаля! Теперь наша команда готова. И смотрится... Я бы сказал, даже... Двенадцать из десяти. Такая фигурка, действительно, такая диорама даже целая. Безусловно, будет смотреться на полке. Но есть одно небольшое но. Это даже не замечание. Это её размер. То есть, она займёт у вас довольно-таки большое количество места на полке. Кстати, забыл вам указать, что здесь, оказывается, на подставке для Иви. Тут ещё у нас есть дохлая крыса. Очень даже так круто сделано. Но сама диорама, вы сами можете видеть, что выполнена... Ну, придраться здесь практически не к чему. Конечно, есть ещё небольшие замечания, но... Они настолько малы, что их просто даже не замечаешь. Фигурка шикарнейшая. Просто шикарнейшая. Причём как с передней, так и с обратной стороны. Даже, честно говоря, и не видно шва, который разделяет две эти статуэтки. Ну что ж, друзья. Такая вот была замечательная у нас диорама, распаковка диорамы. И я хочу сказать, что она произвела все... Произвела такой хурор, что даже у меня нет слов. Она действительно очень классно сделана. И вот по отношению к диораме, который был в Assassin's Creed 4, где был Чёрная Борода и главный герой. Я уже даже не помню, как его зовут, потому что мне сама часть не понравилась. Та диорама просто встаёт в сторонке и нервно курит. Потому что здесь просто выполнено всё на высшем уровне. Ещё раз повторю, что действительно Ubisoft, они молодцы. Они научились более-менее уже делать свои фигурки, свой товар. Но, к сожалению, потеряли в качестве в играх. Ну, тем не менее, я думаю, что они и справятся. Потому что умные учатся на чужих ошибках, а дурах на своих. Запомните это. Ну что ж, мне осталось добавить, что с вами был МакГрубер. Как всегда, подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте. Впереди ещё всё самое интересное. И, кстати, небольшое объявление. Я уезжаю на следующей неделе в отпуск. Но вы не волнуйтесь, по моему прибытию, то есть практически весь декабрь, будет обзор на классные коллекционные издания. Такие как Halo 5, такие как Pip-Boy Edition и ещё что-то очень хорошее. Точно уже не помню. То есть там будет достаточно хороших обзоров. Так что не переключайтесь. Жду вас на канале. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!